Здравствуйте! Куда может довести музыкальный автобус? Как разглядеть и поддержать юные дарования? Об этом говорим и сразу скажу, послушаем выступления талантливых музыкантов в рамках нашей сегодняшней программы, поэтому оставайтесь с нами до конца. А сейчас в нашей студии учитель музыки школы номер 35 и заслуженный учитель Самарской области Лев Григорьев. Добрый вечер! Президент Международного музыкального проекта, лауреат Губернской премии в области культурского ствола, лауреат народного признания. И я горжусь этим, что именно в Самарской области, благодаря не только нашим организационным способностям взрослых, а вот если нет контента, который предусматривает собственно таланты, то и разговаривать-то не о чем. А вот на сегодняшний момент в Самаре есть о чем поговорить, есть что позиционировать, что продекларировать. Я начну вот прям со стихотворения. «Иду по Самаре, и многое помнится, душа красотою гордится и полнится, вот князь-основатель и статуя иконная, и воля его созидать непреклонная». Но я все не буду читать, а вот иду по Самаре, и вдруг осенила культура Самары «Великая сила». И вот благодаря вашей передаче, а у нас уже монотематические эти передачи, они стационарные, и я считаю, что именно ГИС – это канал, который показывает весь потенциал нашей молодежи. И я призываю всех, вот тех, кто будет смотреть эту передачу зрителей, чтобы они обязательно позвали молодых людей, потому что молодые люди сейчас, знаете, они как, они в гаджетах и не очень, может быть, любят классическую музыку. А я, например, вот вообще просто не могу слушать эту карамельную, оберточную музыку, как ее называют. Сегодня, кстати, к нам придут музыканты юные, которые любят классическую музыку, которые вообще любят искусство, творчество и музыку. И в частности, это Евгений Артеменков, с которым мы тоже недавно буквально совсем виделись. Вы – выпускник детской музыкальной школы номер 4. И сегодня мы будем тоже говорить об образовании музыкальном. Скажите, пожалуйста, какие возможности сегодня есть? Вот вы уже много сказали про молодых людей, которые увлекаются музыкой, и что это влияет на их жизнь, на культуру и так далее. Какие возможности есть сегодня в городе для того, чтобы вот юным талантам и показывать свои умения, демонстрировать и развиваться дальше? Возможности очень большие. Я благодарен департаменту культуры и молодежной политики городского округа Самара. Дело в том, что это не только музыкальные школы, а вот это та система, которая отслеживает дальнейшее продвижение этих ребят. И главное – это не только творческий успех, а главное, что это позиционируется перед всем городом, что все их знают и всех их любят. Вот Женя Артеменков, он с нашим проектом, например, который тоже нас поддерживает, департамент культуры, он объехал всю Самарскую область. Это вы про музыкальный автобус говорите? Но он еще в другом проекте «Новые имена» участвовал в концерт, великолепный гал-концерт, который был вот буквально на днях. Скажите, пожалуйста, Евгений, если молодой человек обучается игре на скрипке и другой молодой человек, который занимается боксом, в чем между ними разница? Ой, трудный вопрос. Ну-ка давай, подумай. Как вам кажется? Я считаю, что самая главная, самая большая разница между, допустим, спортсменами, скажем так, и музыкантами, это то, что в принципе у спортсменов это постоянные какие-то турниры, это постоянные конкурсы. А у музыкантов мы как бы стремимся не к тому, чтобы выиграть конкурсы все. Мы стремимся к тому, чтобы исполнять на публике для людей, которые будут нас слушать, которые будут понимать и не понимать удовольствие получать. Эстетическое удовольствие. А конкурсы это только средство, как я уже в прошлой передаче говорил, что это только средство к тому, чтобы подняться вот на пьедестал, так сказать, на какой-то новый концертам и к большим сценам, большим оркестрам и так далее. А я хочу немножко дополнить, что я не вижу разницы никакой, почему, одно другому не мешает. Вот руки надо беречь, голову надо беречь. Вот умные спортсмены, дело в том, что как это в олимпийских играх, я когда ребят спрашиваю, перечислите виды искусств. Они все время спорт называют. Но правда мы так, это художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание, там где есть музыка. А сейчас время, 21 век, и мы можем увидеть очень много таких роликов, что ли, где спорт именно идет весь под музыку. И если у нас богатые воображения, мы можем представить спортсмена-боксера, вот если остановиться на вашем выборе, как вот сравнение именно, да, то я здесь вижу, что это тоже спорт, это искусство, огромное искусство. Вот, и поэтому, когда он сказал, что, конечно, там постоянные турниры, надо все время доказывать, что ты первый. Музыканту не надо доказывать, что он первый. Ему, он, вот у нас, я всегда говорю, была Клавдия Ивановна Шульженко, Алла Баянова, Изабелла Юрьева. Ни голоса там ничего не было, ни Утрошина, ни Утесова, а залы были битком. Почему? Потому что это народная любовь. Любовь. Вот боксеру народной любви труднее добиться, ему надо добиться ненародной любви, а ему первого места надо добиться. А его ползала ненавидит. Понятно. А музыканты все любят. Любят, да, все зрители, кто пришел на концерт. А там друг с другом уже тут бокс и там бокс. Да, какие интересные детали вы подметили. Вообще музыка в развитии, в становлении, образовании ребенка, вот гуманитарная составляющая, на какое место занимает? Это очень важно. Я всегда вспоминаю директора Павловской средней школы, это Украина, 1953 год, Василий Сухомлинский. И у меня огромный такой плакат висит, я, значит, все дети смотрят и читают там, запись какая? Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитание человека. А дети, они любят, сейчас современные же, они такие, это, ерничают и дочитывают. Музыкальное воспитание – это не воспитание. Я говорю, читайте до конца. Это огромное. Школа, конечно, имеет огромное значение. Ну вот сейчас, например, я неделю Шостаковича, например. Почему? Потому что, ну, понятно, памятник Зураба Церетеля роскошный. Я специально пришел, посмотрел, обошел со всех сторон. У меня есть претензии, но они несущественные. Это не главное. Вот улица Шостаковича, память о нем, значит, четвертую часть Седьмой симфонии здесь записал. А я подумал, что вот мы не будем слушать программную музыку, а мы на неделю Шостаковича слушали Пятую симфонию. И я боялся много-много лет, я не давал Шостаковичу. Я говорил о своем любимом Сергею Сергеевичу Прокофьеве, Афгани, Себя Синьбахи, Георгий Фридер, Генделя, Барокко, в крайнем случае, значит, что-то современное, взаимосвязь показать. А когда о Шостаковиче, думаю, как хорошо, что мы о нем вспомнили. То есть у меня есть возможность. И мы слушаем Пятую симфонию. А там эти четыре знаменитых звука, которые Алексей Архипович Леонов в космосе, ему в гермошлем пустили эту музыку. И он, когда Землю увидел, он содрогнулся. Первый его вопрос, третьего космонавта, который вышел в открытый космос, он, первый вопрос, а что за музыка? Пятая симфония Шостаковича. И я все это детям сказал, и вы бы видели их настроение, слушали, затаив дыхание. Несмотря на то, что это сложнейшее философское произведение. У вас талант вообще детям прививать интересы к музыке. А ужас в чем? А почему только первую часть послушали? Она идет там 13 минут, например. Я говорю, знаете что, у нас нет времени всего Шостаковича слушать. Дома послушайте. В результате они пришли домой, и родителям говорят, вот здесь начинаются проблемы. Мама, там папа, давай послушаем вместе пятую симфонию Шостаковича. Ну, вам надо говорить, что ответили родители. Нет, не надо, я уже знаю. Но я самый такой культурный скажу, что они ответили. Это скучно. Это, конечно, уровень культуры все-таки нашего населения, он недостаточный. И поэтому роль Шостаковича и Евгения Артеменкова, и моя, и ваша, это как раз, как я всегда говорю, что легче, подниматься вверх по лестнице или спускаться? Вот, и у меня, любимое мое выражение, тоже я его люблю, нельзя не опуститься, когда все вокруг опускается. Вот не надо опускаться, надо всегда подниматься и ставить перед собой крупную цель. Как говорил Ганс Илье, стремитесь к достижению высших из доступных вам целей, и не вступайте в борьбу из-за безделицы. Значит, надо вот относиться философски к этому миру. Да, Евгений, скажите, пожалуйста, да, очень много информации вы дали для размышлений, в том числе. Евгений, сколько времени вы тратите на игру на своем инструменте, на скрипке ежедневно? Это во многом зависит от того, какой график, какие проекты есть впереди, что нужно учить и так далее. Вообще, в целом, как бы, естественно, несмотря ни на что, если у меня нет никаких впереди концертов, выступлений, нужно все равно брать скрипку в руки и минимум часа три-четыре тратить в день, в любом случае. Четыре, ну это огромный труд, и какой совет вы можете дать молодым начинающим скрипачам, чтобы вот не было у них вот этого уныния, нежелания, вот взять и играть? Вот что нужно, что нужно себе сказать? Не знаю, я могу поделиться своим опытом, как я это делал в детстве. Почему я занимался, хотя из-под палки, как и все, но я занимался, потому что я очень любил именно играть. То есть я брал произведение, мне давали новое произведение, я его не разбирал медленно, как все это делают, там, чистил, нет. Я брал, сразу открывал ноты и пытался его сыграть в начале до конца, потому что до этого я его послушал. Мне оно понравилось, я в него влюбился и хотел сразу сыграть вот так же, как слышал в своей голове. Это самая главная задача, чтобы вот то, что ты слышишь в своей голове, у тебя потом прозвучало на инструменте. И это как раз-таки вот мне какой-то интерес к музыке-то и привило. То есть почему я стал заниматься? Потому что я очень любил играть, слушать, что получается. Я хочу сказать о роли родителей. Я очень хорошо знаю его родителей, его маму, которая переживала, болела. И я хочу сказать не только Артеменкова, значит, не очень хотелось и может заставлять, да, а всех великих музыкантов, вообще любого великого человека. Без родителей очень трудно. Это единицы, которые сами, видя и анализируя, стремятся превзойти. Вот он умница. Он выходил, я вспоминаю, когда вот в зал, представляете, молодежи неорганизованной, подчас девиантной, неспецифической, и которые не знают, что такое, как меня вот на днях спросили, скрипку показывали, рассказывали, что это за палка. Я говорю, это, один говорит, стручок, я говорю, смычок, вот, волос показываю конский. Никто не знает, чей волос. Вот, поэтому это просто, ну, недостаток информации. Вот такие люди, которые ведут за собой, они не только вот этот недостаток информации, значит, разряжают, а они создают ауру вокруг. И я думаю, он сегодня это докажет своим исполнением. Да, 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 как раз вот хотел спросить, кто ваш любимый композитор, и какой фрагмент, отрывок из музыкального произведения вы сегодня на радость лучшим зрителям исполните? Вообще, мой любимый, самый любимый композитор, это, наверное, Карл Шмановский. Это вот такой польский композитор, я тоже о нем уже припоминал в прошлом году. Сильный единицы только знает. Да, я его очень люблю, потому что такой импрессионизм тонкий. Вот, но сегодня, так как у нас тут нет фортепиано и нет возможности сыграть под аккомпомент, я сыграю Паганини Кампанеллу. Это третья часть второго концерта Паганини. Ну, это, кстати, популярная, известная музыка. Паганини знают все. Да, ну, как говорится, у каждого второго в телефоне звучит и Чайковский, или что-то такое, и Паганини, и так далее. Ну, что ж, послушаем. Шмановского ни у кого в телефоне. Ну, после вот такой рекламы этого композитора, думаю, кто-то заинтересуется, послушает, чтобы просто услышать то, что любите вы. Спасибо вам большое за участие в этой части нашей программы. Мы предоставляем вам возможность выступить на аудитории нашего телеканала. Ну, а увидимся во второй части. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Мы продолжаем программу, и у нас в студии новые гости. Воспитанники детской музыкальной школы номер 4 Ангелина Алексеева и Илья Пичугин. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я играю на фортепиано и пою. Дима Торзок Дима Торзок А что поешь? Дима Торзок Пою я... Дима Торзок 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 Всего по чуть-чуть Всего по чуть-чуть А капелла ты поешь? Без сопровождения музыкального? Нет Нет? Всегда только тебе кто-то аккомпанирует Да Ну все-таки я думаю, что у тебя есть любимая песня, которую ты поешь с большим удовольствием Сейчас с пятого класса, вот как мы начали Раньше мы пели, например, вот у нас аккомпанемент и по нему мы голосом шли А сейчас аккомпанемент один, а мелодия голоса одна, то есть теперь так Какие ваши последние выступления вам вспоминаются сегодня с радостью и волнением? Конечно же, это выступление в Струковском саду, потому что это прям большое очень было мероприятие Какое? Большой концерт Мы пели с Ильей, вот эту песню, которую мы сейчас исполним И еще я пела с девочками Это было немного волнительно, но вообще выступление прошло отлично Все радовались, всем понравилось Илья, тебе самому понравилось выступать на публике? Ну, у меня выступление тоже самое, потому что это было мое единственное выступление Не единственное, а первое Ну пока единственное Сегодня будет второе, вы исполните в конце нашей программы Я напомню зрителям, чтобы посмотрели до конца, потому что этот великолепный дуэт, надеюсь, мы услышим и оценим Расскажи, пожалуйста, кем ты будешь в будущем, когда станешь взрослым? У тебя есть уже какие-то планы? И свяжешь ли ты это с музыкой, с пением или нет? Ну, наверное, буду музыкантом И еще как хобби хочу быть программистом То есть сначала музыкант, а хобби программист Обычно бывает наоборот Ну, все поровну Профессия, а музыкой для души занимается Да Как в тебе сочетается и творчество и программист Это же такая довольно серьезная наука Я люблю математику Да, ну это удивительно Ну, наука это тоже творчество, поэтому тут мы не видим никаких разногласий Ангелина, ты уже задумывалась, с кем будешь? Нет Нет? Было очень много вариантов, очень В детстве я очень хотела быть ветеринаром Любишь животных? Очень сильно люблю животных, люблю рисовать На данный момент у меня есть мысли То, что, ну, художницей и художником Потому что, ну, не скажу, что недавно, уже как год-два Я очень сильно увлекаюсь рисованием Очень часто рисую Вот, и думаю, позже, скорее всего, поступить тоже на музыкальный Ой, на художественное образование Вот, но все равно еще все спорно И я не говорю, что точно Угу А то, что вот вы ходите еще в детскую музыкальную школу Что это вам дает? Какое разнообразие вашу жизнь вносит? Вот, если бы представить, что не было бы у вас этих занятий Как бы вам жилось? Лучше или хуже? Может, легче? Потому что не надо там ходить, дополнительно заниматься, петь, выступать Или нет? Или нравится? Нравится Нравится? Мне примерно так же Только сольфеджио сложно Ну, нужно заставлять себя, да? Чтобы вот чего-то добиваться Нужно репетировать Да, отрабатывать навыки новые Угу Есть такой проект, как музыкальный автобус Когда молодые и дети и уже такие более взрослые артисты Выезжают за пределы города по разным селам и другим точкам Вы участвовали? Я участвовала Да? Какие впечатления? Ну, про Илью мы знаем, что у него было единственное выступление Ну, сначала, так как это было мое, можно сказать, да, первое выступление за границей музыкальной школы Было очень волнительно в автобусе Постоянно, ну, все это пели, пели мысли Вот, немного было страшно Все-таки неожиданность Так, какой зал или вообще Как все это будет выглядеть Я выступала и с игрой на фортепиано И с пением То есть два в одном Вот И мне понравилось Было волнительно В конце всего Были конкурсы Но Волнения того не стоило Потому что все было просто, легко Вот это накручивание Это не надо Потому что Нет, я понимаю, когда Огромный зал Когда Да, еще это Зал был маленький И все Вообще, я заметила, там были Юные Зрители Ну, школьники Вот Но аплодисменты были бы Да Как публика воспринимала? Ну, на тот момент я была еще меньше Поэтому Поэтому Громче хлопали Да То есть У тебя теперь уже есть свои секреты Как выходить на сцену И не волноваться Да То есть Это не обращать внимание На То, что У каждого есть свои ошибки То есть Это волнение Оно присутствует Когда начинаешь волноваться То Может что-то не получится Не надо волноваться Да Потому что этого не стоит Зрители Неважно кто Они поймут то, что Возможно твое первое выступление Тут нет ничего такого Что там люди подумают Да, ошибся И что? Понятно А у вас есть такие Желания Амбиции Участвовать допустим В детском голосе Или в каких-то Таких вот грандиозных Уже больших проектах? Пока что нет Пока что нет Пока что нет Пока что нет Ну, наверное, мы послушаем Ваше выступление И после этого Может быть, вам еще больше Понравится Вы будете принимать Какие-то решения уже Илья, и еще Тебе такой вопрос Как ты Как долго ты поешь дома? И как на это реагируют Твои домашние Соседи, может быть Или что-то Я просто Сижу Мне скучно И ты начинаешь петь? Напеваю То есть не прям пою во весь голос А напеваю Ну, мама работает Папа работает Младшая сестра Ей 4 года Ну, она как-то прослушается К твоему пению Уже реагирует на него? Когда ты поешь? Я не знаю Она обычно там сидит В игрушке играет А ты попробуй спеть ей Как она будет Понравиться ей И старшая сестра Она либо по телефону разговаривает Либо уроки делает Либо Ну, в своей комнате сидит Да Ну, наверное, я думаю, что Нужно Если поешь Проявлять больше такого артистизма Чтобы на тебя, как минимум Обратили внимание На твое пение И если никому не мешаешь Петь погромче Ну, давайте теперь послушаем Вашу песню Скажите, что это будет Произведение Это Музыка Фотограф Песня про фотографа Вот Песня про фотограф Автор, композитор Не помните? Я не учил Я учил слова и все Только выучил слова Слова Ну, у кого будет желание Они уточнят Как сейчас это делается в интернете Ну, а пока Предоставляем Возможность нашим юным артистам Исполнить для вас песню И прощаемся с вами Всего хорошего До свидания Музыка 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 За вечер зли, лишь на кнопочку нажми. В руки возьми фотоаппарат, Если взял не моды, нет пути назад. Мик неповторимый запечатлив, Лишь на кнопочку нажми. Лишь на кнопочку нажми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok